Несколько часов сегодня у утки куры, гуси Курыч это да? А? Курыч это да? 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 Ха-ха-ха Телеф-стерное резко чего-то Серёга Молодой, я за вас поздравлю В другом случае что? Вритуляр Ивановна, вы наступаете Ассистент Агентство сейчас высказывает Серёга А когда я его взяла Иван из них Нет, можно То есть, то на шоу будет Ты меня встал, не покатайся Я пока не застал Да, что так это сейчас, будет переезд, поменять Вашгмёрки вписал как раз На фуре? Я просто тебе звонила, ты как раз недоступен был, но ребенок доведил, он его помогал. Это была машина. Вы хотите что-нибудь по вырванию новой системы? Нет. Чуть ее место. Я так не спрашиваю, кто выключил. Ваня, просьба, 25 минут, а то мы не собираемся. Кто за регламент 25 минут? Давай 15. Вань, ну давай уже не торгуй. Сколько лучше? 34 минуты, осталось до 10. Кто использует утки? Я забыл прислать. Все используют. Все используют. А можно без них обходить? Конечно, можно же, скоро, я понимаю, не будет у нас. Они будут выходить только виноват. Только виноват? Да. В общем, кто знает, для чего вы в тенеже? Для меня цены. Завести клиента в заблуждение. Ну, будет дня. Знать примерно цены квартиры. Но вы есть небольшая процедура. Да. Смотрите. Самое главное, да. Накупки нужны только для определения. Скажем, вот это у нас ожидание продавца. Он живет этими ожиданиями, не знает, с чем они связаны. Хочется купить машину, квартиру и так далее. Есть реальный спрос, назовем, наверное. Ну, где-то здесь покупатель ходит. Так вот, чтобы с ожиданиями продавца не сидеть там по несколько месяцев. Пускай его ожидания 50 миллионов рублей. Вот. Чтобы в его ожиданиях не сидеть, ну, не заблуждаться, как он. Да. На мой взгляд, лучше вот здесь вот где-то идут сделки. Чуть ниже спрос. Если агент хорошо работает, то чуть выше. Вот. На мой взгляд, лучше работать со спросом, да, тем самым, чтобы наша продажа относительно времени была не как у всех продавцов. Да, там месяц прошел 45, через два месяца 40 и так далее. А мы сразу же работаем со спросом. Ну, допустим, в этом сегменте он где-то будет с 37 начинаться. Вот график продаж продавца. А если мы работаем со спросом и переходим на квартиру, ну, там, в таком бюджете реально привести там 10-18 человек по цене спроса, да, наш график будет вот так. В связи с этим мы размещаем нотки. Например, какую-нибудь квартиру мы ждем. Ну, у нас тут будет вот так. Всем все понятно. Например, используем квартиру, да, вы заключили договор 50 миллионов рублей. Ну, без разницы, у матрицы она находится. Для размещения уток нужно найти именно квартиру в таком же доме такого же статуса. Если у вас монолит, да, глупо ставить утку, например, в панельке. И наоборот. Если у вас панель, то глупо ставить утку в монолите. Также обратите внимание, когда вы размещаете утки на охраняемой территории или нет, паркинг, консьерж, ну, и статус дома. Это очень важно. Сейчас мы в дальнейшем про это поговорим. Почему? Потому что с помощью уток, да, мы завлекаем всех покупателей, которые ходят, ну, по крайней мере, в этом районе. Имея объект за 50 миллионов рублей, лично я бы, ну, например, возьмем, что это будет, там, 108 метров квадратных, 14 этаж, лоджия, балкон. Да, лично я бы разместил перехватывающее объявление, ну, где-нибудь 97 метров квадратных по стоимости 47 миллионов рублей. Ну, возможно, лучше сделать пониже этажа, например, там, 11 этаж. Вот. И квадрат 90, да, там, по цене 41 миллион рублей. А для чего это нужно? Вам, люди, наверняка, по этой стоимости звонить не будут. Ну, не будут. Потому что у продавца, по правилу, стоимость очень завышена. Если бы она не была завышена, он бы уже продал без вас. Он буквально до него не пришел. Вот. Утки нам позволяют определить реальный спрос. То есть люди будут охотнее звонить, пускай даже на чуть-чуть квадрат поменьше, но на 41 миллион они будут намного охотнее звонить. Да, тем самым вы определяете, по какой цене в этом районе квартира интересна. Вы можете утку разместить даже в этом доме, ну, если дома там въезды. Если нет, то наверняка в этом районе у вас есть, ну, подобные дома, либо, по крайней мере, ну, не ниже статуса. Да, с которых легко людей переводить. Вот, на вашу стоимость. Если люди не переводятся на квартире, ну, значит, все, по этой цене вы не продадите. Да. И, получается, когда вы понимаете, по какой цене идет у людей, идет спрос у покупателей, ну, соответственно, по этой цене ее и нужно выставлять на аукцион. Какие вопросы? А если, ну, там, один монолитный, а все его группы? Ну, такого не бывает. Я не знаю. Приласкивается. То есть, вы найдете клубный дом? Ну, клубный дом, значит, в этом же доме носуете дверники. Или разместите утку статусом в доме пониже, но и стоимостью, ну, получается, очень низко. Все равно определить спрос довольно-таки легко, в течение недели. А он силы двух. Как можно их разместить? То есть, нужно собирать заказ на реках? Вы заводите новый листинг и ему прикрепляете фото квартиры, которые не существуют. А в цене, как они у вас управляются? У нас не банят? Или предсказательство? Чтобы вас не банили, нужно на них грамотно отвечать. Не нужно же говорить, что это уток. Нужно сказать, что квартира под авансом, мы выходим на сделок. Извините, что вы, извините, что мы не сняли объявление. Где вы увидели? Мы снимем его немедленно сегодня. Как получается так, что в самом деле такие банки? Как вам помогли? Ну, я думаю, просто специально обученные люди специально звонят на одно объявление раз в три. И вот это все пихают, что квартира под авансом. Они понимают, что это утка. А на телефон своего возникает? Ну, у вас в личном кабинете же ваш номер, я не помню. Как вариант же можно озвучить, что у вас следствие? Мы можем оказывать другую базу. Можете, да, сказать, что наследство, либо что у вас какой-то там арест, и мы пока на сделку выйти не можем. Давайте вот рассмотрим варианты тургии. У нас вот этот, например. Просто с помощью уток мы реально определили, по какой цене она интересна. Если у вас продавец прямо завтра решит продать квартиру, вы ему спокойно скажете, что под какой-то стоимостью у вас размещены утки. И, в принципе, выше, ну, не стоит ожиданного проекта. Как говорится, не надо же мечтать жить за нужными. Сколько уток нужно разместить, чтобы выяснить спрос точнее максимально? Ну, если квартира на договоре, я бы что-то пять разместил. А если на листинге? А если на листинге, зачем тебе размещать утку? В смысле, да. Ну, надо научиться сначала продавать услугу, чтобы человек вам поверил и заключил с вами договор. А вы, получается, захотите с другой стороны. Вы ему сначала оказываете услугу, не с каждым скрипив, с ним не ввести свои отношения. Я слышала, что можно только утки ставить ключи, если есть договор. Ну, я только что так рассказал. Только так, пожалуйста. Да. Какие еще вопросы? Диапазон уток, чтобы выяснить спрос. Вот 41-47, нам нужно выяснить спрос по 50. Какой расспрос будет? Плюс-минус будет? То есть, если 50, там у вас реальная сделка будет на 40. Ну, возможно, на 40. На 40 миллионов. На 40. Да, и, возможно, чуть повыше. Ну, соответственно, можно утку даже сделать 41, 39, 38. Люди на каком бюджете охотно переводятся на процентов 10 сразу же. То есть, 10% можете сразу добавлять. Если у вас утка 37, можете спокойно предупредить противно за 40 лет. Да, там не имеет принципиальной разницы за 4 или 5 миллионов. А какие подачи нужно размещать? А? А какие подачи нужно размещать? Ну, желательно без водных знаков всяких, без примечаний Авито и ЦАН и так далее. Ну, можете брать... Лучше брать... Лучше брать с... Я брал с сайтов питерских. Чтобы... Ну, просто вы все равно, если можете с московских возьмете, люди могут... Ну, мало ли, ищут просто что-то и увидят, что по другим адресам рекомендуется их квартира. У них были такие случаи. Ну, просто неприятно с человеком. А вот... Допустим, утки размещаем... А сам объект рекламендует или нет? Ну, смотря как улицею тут преследует. Обычная квартира. Да, это обычная квартира. Просто, например... Ну, если сейчас... Сам объект, он рекламируется тоже, да? Вот так вот. Да. А, ну, хорошо. Можете рекламировать. Просто... Разное мнение есть, что нужно убирать... Ну, например, сначала без рекламы ставить утки просто. Но я ставлю утки без рекламы, когда аукционный объект, и чтобы определить его стоимость и не светить объект, лучше его рекламируйте в неделю или две. Когда вы понимаете, по какой стоимости точно придут люди, уже через две недели вы выставляете на аукцион его по такой себе. Например, вы определили, что у вас с 43 идет спрос. Ну, за две недели или за неделю. Тогда аукционная стоимость вашего объекта 43 миллиона. Но вы выставляете его с реальными фотографиями и все. Просто самое главное здесь, как грамотно на них отвечать, чтобы циран как можно меньше банк. Ну, потому что сейчас это целая проблема для нас. Ну, да. А если встать объект, все не плохо. Да, по всему и встать объект. Ну, по крайней мере, вчера. Нет, они выходят, но с жирной красной полосой, что мы даем недостоверную информацию. Все с одного аккаунта выключили, да? Да. Нельзя. Уже завтра будет уступать риф, вы ему спросите. А что вы развиваете, как правильные ответы? Ну, я же, ну, повторю, что квартира под аванцем, либо наследство у вас, да, вы долго выходите на сделку. Можно сказать, что у вас арест и так далее. Нужно каким-то образом переключить его внимание на другую квартиру. Звонящих. Хорошо. Он так, чтобы у него не возникало никаких проблем. Ну, когда аван, говоришь, там, зачастую негатив, трубки кидаются. Ну, люди, если... Говорят, что в собственных подъезде. Нет. Если звонить реально понценте, у него никаких будет в любом случае, потому что, я заметил, они, как личные квартиры, они очень эмоциональны эти дела. Ну, страшно. И они сильно, да, нервничают, когда у нас снега информация. Я еще слышала такой ответ. Бабушка собственник в Израиле на сделку не приедет. Ну, да, можно... Ну, я вам говорю, это уже ваш, так скажем, легенда, как вы его используете эффективно. И все. А всегда нужно будет делать голове, да, вот эту информацию по диму, там, то есть... Ну, вы должны просто понять... Да, даже с инфонацией, если можно узнать какие там параметры, да, то даже можно... Нет, а зачем ты смеешься? Собственно, в тюрьме, подажи будете по генеральной доельности. И, честно, я вам не советую сюда жить. Почему тогда вы ее используете? Скажите, что, Амир Ильич? А жизнедопрописанный на реакцию? Жильцов надо выселять через суп. Да, да, да. В смысле? Да, подряд. Ну, просто смотрите, если вы эту квартиру выставляете, да, если циан задаст целью, ну, выяснить, это или нет, он все равно это выяснит. Потому что, например, квартира под авансом, ну, она у вас уже висит месяц. Да? Если вы... А почему тут месяц уже? Ну, я просто... Я не знаю, какую цель вы будете исследовать, как у вас будет эффективная реклама. Там тоже кто это проверяет, многие, я думаю, думающие. Просто сейчас будет, я насколько знаю, очень строго ведут вот это, у нас контроль за утками. Каким образом, я еще, ну, не представляю. Завтра тарифы, где мысли же с вами, да, и кто им пользуется, ну, придется подстраиваться. У тебя был такой, что, например, ты попадаешь в квартиру, в районе там несколько минут, да, тебе один и те же минуты звонят на YouTube? Да, конечно. Мне по всем пятерым минутам звонил один человек. Понятно. И что ты... Ну, я ему на четвертом уже сказал, что... Будьте внимательны, у меня на мой телефон. Вы же видите, хотя бы последние цифры связывали. У вас и там под авансом, и там все под авансом. У меня успешный агент, мне все подавалось. В одном случае не агент звонил, а на сети объявлений, во втором случае покупатель. Агенту где-то, наверное, уже на третьем сказал, слушай, вот это утро, вот это... Ну, так вот. Она посмеялась и говорит, да, непонятно, сделала. Нет, самое нормальное прикол, они подзванивают все пять уток, проходят недели, они их опять прозванивают, и говорят, у вас же она была подаваться, вы почему вы не снимаете? Нет, я не говорю... Вы рассказываете одно и то же. Я говорила там, что угодно, но мы передавались. Лучше придумывать легенду коротенькую, чтобы затратить меньше времени на две звонка. А то реально, когда цена хорошая, ангелин будет очень часто, и вы будете, получается, эту басню очень долго рассказывать. Знаешь, что чаще всего? Я говорю, мы вступаем на наследство, еще два месяца. Готовы ждать? Ну да, можно... Все, очку рывка есть. Ну, как вариант, можно сказать, что приватизация... У меня спрашивают, а зачем вы сейчас выставили рекламные проекции? Есть такие... Есть такие... А зачем я буду вводить, тратить свое время, если вам не интересна эта квартира с такими документами? Самое главное, когда ты читаешь, некоторые забывают цель размещения уток. То есть, говорят, квартира продана и не переводят на реальную квартиру. Да, это надо помнить. То есть, и нету. Или обещают показать эту квартиру. Да, то есть, она не забывает, что... Потом я думала, а почему? А почему? А почему? Квартиру говорила, сейчас подарю. Поставила утку, дом напротив, такой же дом. И мне звонит, значит, покупатель, по-моему, из агента, она говорит, «Здравствуйте!» Владимир Грианов. Я говорю, «Слушайте, у меня там, вступаем на следствие, еще два месяца ждать». Она говорит, «Я готова ждать». Я такая, «Блин, супер!» Я говорю, «Их нету сейчас». Ну, начинаю. Она говорит, «Ну хорошо, я ее перевожу на Валилу, она соглашается смотреть, мы договариваемся на следующий день. Дело, которое на звонок отчетения она говорит, Валерия. Слушайте, давайте мы с вами Валилу посмотрим, давайте хотя бы мне окна покажите, той квартиры, наверное, из-за неприятного. Говорит, «Все равно, там, две минуты». А я и сказала, «Давайте». Приехала раньше на 15 минут, чем она, нашла самые убогие, вообще, окна с видом, самым ужасным. И вот эти вот окна, увидишь, у кого нет, свет не горит, никто это получит. Она такая, «Ну да, это вообще ужасно». Один раз по Утке позвонили, говорю, «Да-да-да, покажу, поехали». Квартира в соседнем доме. Приехали, говорю, «Узнаете, тут собственник не может приехать, сейчас пойдемте другую покажу». Все, так, «Знаешь так, я тоже, приезжаю сходы, а потом жесткие и жесткие негативы, что, «Зачем вы мне любите другую квартиру?» «Я в этом дом хочу». Не хотите это, не смотрите. Еще, знаете, обратную связь от собственников получали, что люди думают, что, например, квартиру, которую вы… Нет, утки. Квартиру, на которую вы любите, любите уток, что с ней что-то не в порядке. Из-за того, что ее нет в рекламе или она рекламируется, как другая. Ну, смотря, когда ты это преподносишь, я траваиваюсь. Мы закрыли сделку по одной квартире, вот, и люди, которые у нас все в итоге купили, да, они сказали, что они вот целый месяц наблюдали, и что… Ну, звонили нас, видимо, проверяли, я не знаю, как бы. мы не пытались, что первое, что-то не так, ничего, разными, мы ее иногда снимали с рекламы, но квартира-то реально была чистая, там была приватизация, я считаю, лучше приватизации ничего нету, для покупки, так что, все хорошо, они вышли, они не имеют. Не, 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 там все были совершеннолетние, и там три собственника приватизации, более как три года. ну, понимаете, вы можете что-нибудь добавить, или как-то, как-то так, смотрите, загадочить, добавить, с банкой пива, или чего-то у вас. Не надо залитывать. Решение суда классное, Ну, мы сейчас с темой, про лупки. Да, кстати. А про лупки-то надо. Ну, решение суда тоже не плохое, просто надо смотреть, что за решение. Просто решение суда не опротестуешь. Ну, можно, но я думаю, если это решение суда не первая станция, как-то еще лучше. Собственник псих-больной. Будете готовы выходить. Упасы 2 миллиона. По теме какая? Ваня, у тебя были какие-нибудь собственники? Ваня, еще одна фишка для утки, ну, так просто, мыслишка. Звонят по утке люди. Можно посмотреть? Да, конечно, классная квартира, только это, нас тут буквально там 3-4 дня назад соседи затопили так, что сейчас мы можем полностью переделывать. Привет, с нами. Вообще класс! Я знаю, что чем у вас... Вы все теперь не говорите. Моё предупреждение. Моё предупреждение. Я знаю, что тогда это пожарно. Блин, вы явно-то. А то сейчас на уши, на уши, на уши, на уши, на уши. На уши, на уши, на уши. На уши, на уши, на уши. Самое главное, как вы ответите. Потому что чем у вас будет это импровизирование, артистичнее и более правдоподобнее, менее у нас возможностей, чтобы у нас забанить сам. А еще крысы, да? Клопы. В общем, на руке надо реально отвечать, что есть квартиры. Или человек там сбили. А сколько прописано в партии? Ну, порядка двух тысяч. Нифига себе. Ну, заходите, там просто тараканов две тысячи, как бы. Нормально. Покупайте. В общем, сегодня был агентский час, чтобы, кто не знает, что-то по лодке было донесено, потому что завтра будет. А вообще, вся неделя оставшаяся, получается, два дня будет посвящено уткам. Как с ними работать, где их размещать и так далее. Потому что уж совсем что-то будет. Главное, с их любыми фотографиями. Да, с фотографиями. Фотографии тоже должны быть подробно. Фотографии берете, меняете, фотографии названия. А то возьмете с Питера с видом на набережную. Да-да-да. И супер вообще там будет. Ну, на утках можно такие подробные фотографии с видом из окна не размещать. Но уж все равно. Видно Сталинка или не Сталинка. Монолит. Там где-то панорамные окна вставишь в Сталинку. Ну да. То есть, короче, это такая, на самом деле, главное присмотреть. Я сказал, что я лично брал с сайта Питера. Вот, потом, у меня есть квартиры, которые, собственно, уже либо давно проданы, либо от собственника, ну, мы сошлись интересными, передумал продавать уже давно, там, год назад. Я их беру старые. А просто у меня было один раз, что вот человек заметил. Позвонил и сказал. Чего? Вы рекламируете мне фото? У тебя есть эта база. У ребят, у кого нет, где брать? У тебя есть? У всех. В Казани. Смотрите, какой момент. Могут ко мне подойти я за деньги отдам. А не знаете, как это нормально бывает? Модераторы проверяют наличие фотографий. То есть, обычно, мгновенно есть Яндекс картинки, но вы можете это проверить сами все. То есть, если нам дублироваться будет, то на любом сайте объявлений забанят сразу же. Поэтому фотографии, в принципе, можно вытаскивать из разных каталогов дизайнерских тераписов. Ну, я хотел только сказать, как вариант, я была на рутке, тоже никогда не поддержала. Я была в ВКонтакте, есть дизайнерские группы. Синтерирует дизайнер. Да, да, да. Ты находишь по типу покоя жизнь, там, в копирушке, да? Самые классные дизайны, например, или наоборот, самые убыкие квартиры. Можно в фотографии дизайны. Просто перед тем, как размещать, возьмите Яндекс картинки, откройте, закиньте туда эту фотку и посмотрите, будет ли она дублироваться. Если она не дублируется в объявлениях, смело размещайте. Если дублируется, лучше не стоит. Можно по-другому фотографию найти. У нас у всех есть свои знакомые, у кого есть квартира. Что идет в фотографии? Как вариант, да. У меня, к сожалению, среди моих знакомых нету, у кого квартира из за 50 миллионов. И что? У кого есть хорошая... Ну, если смотреть с хорошим ремонтом квартиру, у тебя основная, ты ставишь утку, вы поставите квартиру с плохим ремонтом. Потому что, если люди поведутся и переведутся на ту квартиру, они скажут, зачем вы мне это показываете, это у вас либо хуже, либо лучше. Понимаете? А я еще конкурент саленды была. Причем спите вы тоже. Да, в общем, это уже, знаете, не лихо. Вот фотографии, я думаю, не лихо где взять. Было бы желание. Заработать деньги и продать квартиру. Просто я так понимаю, сегодня вопрос был не сильно актуален, раз в зале есть присутствующих только 3 человека и их размещают. Или 4. По всей видимости, из этих 4 нас и забанили аккаунт. дошли на Л rosin фоне лавуты. К годумятопущения. Саленд川ers. Потому что полностьюуток нет? Получается, чё вτάали. Скоро Яндекс сам уничтожит. Про Маттавловно выходить репрессии. По кто там он может? Яндекс. Конечно. Как долго граждане всё лежат. Яндекс. Вырасттовать. Посмотрите, какая они должна сделать. Я Little-Fanny Самая дорогая компания у нас, наверное, самая дорогая. У них такое количество активов они не задают для любого. Ну слушай, Яндекс только начинает свой путь, неизвестно, что у них получится, я бы так сказал. А я тоже посмотрите на примере такси. Я бы даже не заметила, как они начали гранить уже по всей Москве вообще. Просто вот их условия, насколько я знаю, они берут 10% от комиссии, от комиссии агентства. Плюс в эти 10% они размещают бесплатную рекламу, по-моему, организуют уборку. Вопрос, с какими, например, они пришли к нам даже в агентство, ну как я это вижу, у людей есть договора. Вопрос, с какими агентами я не сотрудничаю, за что у них за договора. Потому что порой бывают договора очень плохие, там собственник реально не мотивирован, и более того, они в ценах. А там два варианта. А у меня вопрос, то есть в таблике. И получается, Яндекс вложится, я договорю. Там два варианта. 10% они берут от нашей комиссии, в том случае, если мы клиенту дали, то есть клиент у нас на договоре. Если Яндекс сажает человека на договор и передает дружественному агентству, то 50 на 50. Это понятно. Но я заключил договор, он реально сырой, да? Собственник, в принципе, не заинтересован продавать. Ну, вот есть же такие варианты. Я думаю, здесь 50% людей у кого есть такие договора. Конечно. Яндекс вложится в этот проект, организует клининг, фото хорошее, возможно видео, и не наберут нужной стоимости. Собственник просто откажется от продажи. Да. А Яндекс получается… Будут править. Да. Слушай, но это регионы риски. Это и сдержка. Понятно. Так только он не рискует в данном случае. Да, да. Вот. И получается, что… А он будет такой? Если у него будет конверсия 50 на 50 квартир, которые выстрелили или нет, он будет работать ради работы? Или не будет? Главное – именно рынок. Они баллоны возьмут общую. Рынок взяли два. Если только у него… Дохватить больше… Как ты говоришь, она сколько не в реализации проектов для получения с этого проекта, а чтобы просто у них эти объекты выполнять. Так подожди, Ваня, а у них реклама только у них будет? Нет. Мне интересно. Реклама на 10 площадок. На то будет. Они обращены. Они обращены. Они обращены. Они обращены. Они обращены. Они обращены. То есть 11 только у площадок они берут. Эти квартиры обращены. Это, скорее всего, на какое-то первое время, чтобы дать старт этому проекту. А потом эти издешники находят на агентство. Интересно, какие они будут договора заключать? То, что они передавать будут? Никаких. Они как действуют? Они не будут создавать свою риелтерскую сеть. Смысла нет. Они берут как раз уже действующих агентов, партнеров. Потому что там вроде бы люди не идут. И прекрасно понимают, что позволяем создавать риелтерскую компанию. Они только хируют. Это на много лет. И риелтор умеет продавать услуги. Он понимает, что это за услуги. Там люди не понимают. Они просто хотят нажлиться на этом. Они не будут здесь. Нет, ты говоришь 50 на 50 договора, которые заключил Яндекс. Да. Коля Гуленков входит и предлагает им не риелторскую услугу. Он предлагает им позиционирование. Но через риелтора. То есть Яндекс с физиками работать не будет. Они изначально хотели это делать, когда начинали ее мусорить. Их вроде бы отговорили от этого. То есть они с физиками работать не будут. Они только с риелторами работать. Физики будут готовы? Ребята, мы это все сделаем, но вы должны работать через риелторов. Потому что у нас доверие только к риелторам. Они специалисты. Они умеют сделки делать. То есть они его просто направляют? Да, они просто заключают. Иговорки. 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 Конечно. Какие еще есть вопросы по перехватывающим объявлениям? Кому что нужно рассказать? По объявлению надо рассказать. Я уже ревист поставщик. Уточку поставить, да? Конечно, в идеале я считаю, что лучше ими не пользоваться. И учиться продавать услугу собственнику. Объяснить, почему квартира дешевле стоит. Работает ценой. Да, работает ценой. Просто утки, они, как правило, просто ускоряют этот момент. Но я бы их использовал, когда вы уже точно знаете, что собственникам, как говорится, он хочет продать. И он с вами, да? И с помощью такой реально до него донесет истинную информацию. У вас есть неопровяженные аргументы. Почему квартира столько не стоит? А, собственно, у меня 6 миллионов, а у меня столько не касается. Ну, в смысле, он продает и покупает, и разница в 6 миллионов у меня столько не касается. Разница в 6 миллионов – это хороший собственник. А вот вариант цены. Разница в 20 миллионов. Ну, я понимаю. Нет, если он готов двигаться. Вы про то, что… Вот 6 миллионов – никакую. Мне нужно такую же старенькую. У него квартира стоит 6 миллионов? Нет, это 16. Ну, ему без разницы, сколько дадут, 22 или 10? Ну, лишь бы 6 миллионов было ему заплатить за новую новостройку и ипотеку, все остальное. Ну, здесь надо работать вам с альтернативой. Знать, что ему действительно нужно. Не знаю. Когда он увидит, вернее, когда ему понравится то, что вы подобрали, поверьте, он свою квартиру очень быстро продается. Угу. Потому что чудес-то не бывает. Нельзя продать свою квартиру дороже, чем по рынку, а купить дешевле. Рынок-то один. Вот. Вам нужно… Ну, я бы работал лучше с альтернативой. А можно спросить? Вот эти вот Яндекс, да? Мы передаем все, ну, вот эксклюзивные договора, а не все. Мы передаем? Да. Мы очень передаем. То есть ему заявка в Кангетин. То есть есть заявка в Кангетин? У нас не мог это сравнить. То есть есть заявка в Кангетин? У нас не мог это сравнить. Какой? А что, в нашей альтерне уже работаете? Практически. И что, обязательно все договора, и тут чего нет? Дима, мне кажется, на откате сидите у Яндекса, вы как? Сегодня какая-то пропаганда или реверканда. Потом. Лучше уложить. У нас есть тема, это какая? У нас есть наставник, руководитель отдела. Вам доведут все, когда будет решение полное. То есть пока еще не все нет. Да, сейчас есть просто посылки. Понятно. Или пробуем? А? Пробуем? Да. Бета-тест. Ты, Ваня, лучше скажи, когда стоят утки размещать, а когда не стоят? А то сейчас будут на всели с ним. Спасибо. Я уже говорил, надо утки размещать. Когда у вас продана услуга, заключен договор. И то, я бы сначала постарался подработать с той стоимостью, которой нужны собственники. Сначала неделю или две просто посмотреть, насколько там будет результат. Потому что, ну, тут большинство начинающих агентов. Вам все равно будут звонить люди. По крайней мере, хотя бы, чтобы заключить договор с вами. Они вас еще видят. Вы можете даже в базе собственников попасть в целостного объекта. Да. То есть утки... Обязательно попадете на наш канал. И вам утки нужно размещать именно с договорами. По листингам. Да, если вы ориентируетесь по формированию стоимости в каком-то районе, то вы видите, да, что квартира там недалеко от истины. Там уже можно уточку сразу поставить. А если он хочет 30 за то, что стоит 40, вернее, если он хочет 30 за то, что стоит 20, сначала лучше с ним поработать. Да, потому что тем меньше уток, тем меньше трудностей для нашего услуга. Бывает ситуация, когда утки не нужны? Да. Утки не нужны. Ну, люди же... Я, насколько знаю, Юра и Флеков вообще безуток повинут. Многие люди только продают безуток. Они смотрят повинову самое лучшее предложение, и они не представляют. Просто иногда повинову самое лучшее предложение не факт, что вы... Ну, не то чтобы, во-первых... Может, это утки тоже стоят. Это наверняка. То, что вы выйдете по этой стоимости на сделку. Люди иногда стоят очень дешево, но продают год. Надо задуматься, почему. Есть районы реально, где цены не оправданно высоки. Вот, например, мне нравится район, вот, где Кунцевская, Колодежная, там какая-то констанция. Крылатская. Да. Люди почему-то думают, что они живут у бога за пазухой, так скажем. У них цены очень не оправданно. У бога за пазухой живут в новых парусах. То есть, да. С их ценничкой. Вот. Так что, учитесь лучше продавать услугу, а потом можете. Раз, тем более, сейчас ужесточили требования по их размещению. Все? Нет, еще полчаса у тебя. Как? Мы начали в 9, ты же нормально. Нет, если нет вопросов, мы не будем терять время, мы будем зарабатывать деньги. Спасибо большое. Спасибо большое.